Всем привет-привет! И сегодня Горе-Мать будет вам показывать обзор покупок из магазина Светофор каким же не буду выражаться кормит это Горе-Мать семью ну ладно, шутки в сторону, давайте покажу что я купила новинок нам еще не привезли к 8 марта ничего такого в принципе нет пледы вот всякие разные пледы такие симпатичные цена недорогая, но по качеству я не знаю, честно не смотрела я давно на них смотрю, хотела взять но пока я их не взяла, ну и покажу что я набрала итак, общая сумма по чеку составила 2662 ну майку считать не будем 2 рубля, 2660 и под видео мне писали про творог девушка спрашивала да, нам творог этот нравится, но я не знаю вы смотрите, потому что в таких магазинах как Светофор очень часто предоставляют продукцию ну скажем так, местные фермерские хозяйства либо приближенные по по расположению места жительства до вашей области поэтому товары такие, они могут различаться, я замечаю у многих смотрю обзоры, что у них есть какие-то товары а у нас вообще таких никогда не было и нет поэтому тут внимательнее смотрите я в любом случае показываю вам хотя бы упаковку вы по упаковке увидите и наверное буду смотреть называть производителя значит молоко это у нас изготовитель кузбасс консерв молоко я не знаю, но вот у нас есть местное местный молокозавод ну продают в наших магазинах а вот тут нет так, ладно дальше нектар персиковый абрикосовый цена 81 рубль здесь находится на дне осадок но это естественно оно допустимо такое может быть производитель у нас алтайский край город Барнаул 3 литра срок годности 12 месяцев и состав персиковое пюре концентрированное регулятор кислотности лимонная кислота вода да, здесь написано что допускается осадок в принципе состав хороший больше там ничего нет так следующее сметана сметана мне это нравится 15% жирности вот по срокам годности видите это у нас получается производитель Кемеровская область она густая не кислая хоть на готовку там куда-то в блюдо добавлять там в борщ допустим либо выпечку какую-то я могу и просто эту сметану покушать мне она понравилась но опять же на любителя кому-то нравится соленое кому-то нравится недосоленое поэтому тут конечно все индивидуально но мне нравится взяла две банки сметана 400 грамм банка стоит 41,50 взяла соус стебель бамбука я брала ранее такой соус в фикс прайсе были такие соусы но другая фирма немножко была 42,90 стоит он очень-очень острый был и надолго хватало но он немножко как этот прямо темный а тот был посветлее красноватый просто так состав вода сахар соль кукурузный крахмал перец чили уксусная кислота чеснок консерванты все производитель это у нас город минск беларусь так кстати крышечка здесь немножко другая сейчас я наверное пахнет томатом и красным перцем но вы видите что здесь прямо семечки он действительно острый ой он очень острый знаете я такой соус использую не то что вот когда допустим мясное блюдо и макать там соус я такой соус использую при приготовлении я добавляю в курицу допустим в мясо немножко тут уже смотрите потому что он очень острый опять же у всех острота бывает разная так шоколадно-молочная паста никогда не покупала ее в светофоре 750 грамм 111,50 взяла попробовать полосатый рейс шоколадно-молочная паста изготовитель у нас Санкт-Петербург так и состав давайте вот так вот вы смотрите уже сами сахар масло подсолнечное молоко сухое сыворотка молочная какао порошок заменитель масла какао так ну смотрите пальмовое масло здесь есть вот так так что смотрите ну мы такие вещи не едим каждый день и иногда ничего страшного не будет пахнет очень приятно тут тут уже смотрите сами как будете вы такое кушать нибудь мы будем следующее что я взяла это сухарики ржаные хлебодар вот так 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 это они нет это не они вот такие да вот такие вот сухарики ржаные со вкусом барбекю там еще другие вкусы были но я ранее брала с другими вкусами мне не нравится мне нравится либо хрен с чесноком либо барбекю вот они вкусные они такие большие прям кусочки не раздрубленные 300 грамм и цена 39 рублей вот этой упаковки полкилограмма 68 рублей стоят вот эти сухарики хлебарики со вкусом шашлыка я вам не сказала изготовитель изготовитель у нас город Омск это наши местные здесь у нас идет я не вижу я вот не вижу может быть вы видите Сибал со вкусом тоже город Омск тоже наши местные но здесь у нас по весу выходит блин как-то вот здесь я не могу увидеть сколько вес этого пакета по-моему он тяжелее нашла здесь вот пропечатано 450 грамм ну да потяжелее этот пакет так следующее паста из морепродуктов как обычно крем фиш горбуша скумбрия ну говорить даже про нее ничего не буду 150 граммов баночка потому что я в каждом видео ее показываю в каждом видео про нее говорю состав масло растительная вода филе горбуш скумбрии мука молоко сухое обезжиренное соль сахар желток яичный сухой загустители овощи сухие сушеные сушеные лук жареные томаты паприка красная консерванты ну все и изготовитель кто у нас ну вот где вот здесь изготовитель у нас санкт-петербург цена 54,50 взяла вот такой орех свиной 277 рублей стоит килограмм у нас здесь 452 грамма вышло на 125 рублей это у нас Екатеринбург комбинат пищевой хороший вкус город Екатеринбург тоже берем не первый раз вкусное мясцо ну тоже что здесь говорить ну что говорить мне оно вкусное кому как не знаю дальше идем продукт йогуртный греческий девочки в прошлый раз я брала попробовать ранее я не брала я видела но не брала по 47 рублей и мне знаете он понравился очень вкусный йогурт он густой прямо ну у него жир полкилограмма жирность я не могу найти здесь вообще так плохо все написано все рябит вот на этой вот блестяшке давайте я вам покажу если вы увидите я ничего не вижу мне все блестит заменителем молочного жира так ну вот так кому надо ставьте на паузу и смотрите взяла две банки мне понравился вкусный йогурт сытный вообще как бы колбаски кнуты тоже беру не первый раз вы уже видели наверное про эти кнуты цена 107 рублей 250 граммов в обычных магазинах за 250 грамм вы отдадите намного дороже потому что там упаковка меньше 100 грамм или там 150 грамм или меньше 100 грамм она стоит как целая упаковка 250 граммовая производитель у нас идет Россия Республика Мордовия а Тяшево вообще у них продукция неплохая колбаска все вот это вот город Саранск кому нужно вот смотрите состав и все остальное так срок годности 2 месяца но их не было их привезли потому что вот я неделю назад ездила их еще не было их недавно привезли дата изготовления вот на обратной стороне январь 21 года то есть срок годности еще порядка так дальше шоколад молочный 90 грамм 34,90 девочки я хочу сказать спасибо девчонкам кто мне писал комментарий обратил внимание что это Спартак фирма да скажем так и написали что это белорусский шоколад что он очень вкусный он у меня лежал в холодильнике я его не ну лежал я думала выпечку куда-то добавлю после этого комментария решила попробовать действительно это очень вкусный шоколад он мне очень понравился он молочный и ну не знаю мне он очень понравился он достойно так упакован картонная коробка внутри сама шоколадка в фольге полностью закрыта шоколад мне понравился девчонки спасибо что написали а то бы я его и просто в выпечку куда-то добавила и не попробовала так скажем в сыром виде это белорусский шоколад изготовитель республика Беларусь город Гомель шоколад вкусный честно попробовала мне понравился 90 грамм и цена просто смешная 36 рублей плитка шоколада еще так достойно упакована вообще теперь я на него подсела мне он очень понравился так что этот шоколад я могу рекомендовать вкусный действительно вкусный так взяла сыр творожный мне нужен был такой сыр без добавок всяких но не было был только с зеленью 400 грамм я брала такой сыр просто сливочный вкус творожный без всяких добавок на новый год я брала мне он понравился неплохой хороший сыр делала я торт суши торт салат суши торт называется смазывала тарталетки начиняла вот этим сыром красной рыбкой красной икрой вообще нам зашло нам очень понравился состав творог масло сливочная вода соль лимонная кислота стабилизатор сушеные овощи специи все ну нормальный в принципе состав неплохой изготовитель у нас Россия Барнаул граммов да-да-да массовая доля жира 30% так цена сыра сказала 117.50 колбаса домашняя ясная горка по-моему это кто у нас производитель сейчас посмотрим цена 190 рублей это получается за килограмм здесь так здесь кило 120 и вытянула оно у нас на 212 рублей здесь раз два три четыре шесть шесть палочек колбасы получается я такую не брала но это из мяса птицы муж сказал они где-то там пробовали и неплохая колбаса мясо куриное кожа куриная вода белок свиной мясо куриное механической валки свинина крахмал шкурка соль в принципе знаете вот я читаю и на многих составах колбасы вот такой состав ну не знаю я не пробовала такую колбасу ну вот он сказал нормальная ну сказал пусть ест так дальше дальше идем цену я вам назвала ватные диски 180 штук 43 рубля обычные я такие уже брала обычные ватные диски ничего тут нет никакой перфорации не прожато вот здесь вот чтобы соединить эти слои нормальные обычные диски ватные рулетики вафельные со вкусом сгущенного молока 320 грамм цена 56 90 девчонки рулетики правда они очень вкусные они такие сахарные рассыпчатые я не знаю я их перестала покупать по одной причине что их когда ешь 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 они настолько вкусные что их еще еще хочется я уже мужу сказала что не будем покупать но он закинул в корзину но они действительно вкусные так изготовитель у нас Кемеровская область ПГТ Яшкина ну я думаю Яшкина фирму знают все кому нужно вот смотрите состав мука сахар жир кондитерский крахмал масло кокосовое вода соль ароматизатор все нормальный состав ну правда они вкусные они также в магните продаются но в магните они стоят намного дороже здесь получается коробка разделена на две части и в каждой части лежат вот эти вафельки и контейнер сам в котором находятся вафельки он еще и с крышечкой то есть его даже хранить удобно так печенье обаяшки 101,90 стоит упаковка здесь упаковка по-моему килограмм да килограмм кто у нас кто у нас производитель производитель Свердловская область так состав смотрите мука пшеничная глазурь кондитерская какао порошок эфиры кислоты сахар маргарин масло подсолнечное масло так состав и состав такое печенье также продается в магазинах на разновес вот вы когда берете печенье на разновес меня интересуют вот эти вот умницы которые добра желают они вот на разновес берут печенье в магазине они там запрашивают состав им предоставляют распечатку состава или упаковку вот эту им показывают в которой привезли коробку эту с печеньем где есть состав вот мне интересно они там берут не гэй продукт то есть неизвестно вообще что они там берут так что лучше помалкивать ну я кому я говорю тот понял кому я говорю это не касается не всех потому что я как посмотрела у нас основная масса людей адекватные и доброжелательные которые уважают людей окружающих себя и имеют свое адекватное мнение умеют его правильно выражать даже если что-то не так ну грубо говоря критику они умеют лояльно и нормально выразить без каких-либо переходов на личность и унижений так следующая взяла форель я все вот успокоиться не могу простите меня пожалуйста форель слабосоленая цена форели у нас идет 141.50 здесь такие кусочки кусочки хорошие они не такие что знаете раньше вот я в магните брала куски там одни кости здесь костей нет и легко снимается со шкурки кусочки не тонкие вкусная вот эта вот рыбка также можно взять хоть на бутербродики хоть на какой-то салатик состав форель радужная соль консерванты все кто у нас производитель город Ногинск Московская область 200 грамм упаковка я думаю это нормально адекватная цена так следующая майонез тоже беру второй раз это у нас получается цена этого майонеза 70 рублей 10 копеек он был разной жирности я взяла вот 50 процентов и в прошлый раз я брала поменьше жирность была 1 литр 100 миллилитров идет нормальный хороший майонез и вот знаете обычный провансаль в магазине берешь он прямо уксусом пахнет а вот этот вот мне понравился хороший так ну и осталось у нас совсем чуть-чуть взяла набор вешалок я уже такие брала такие же вешалки продаются в фикс прайсе тоже идет в упаковке 5 штук вот эта вот часть сейчас я сниму вам покажу кто может быть новенький кто-то люди пришли и не видели 51.90 набор из 5 вешалок антискользящие то есть вот эта вот металлическая штука она вся металлическая она тонкая вы видите то есть слишком тяжелое что-то вот куртку допустим тяжелую какую-то зимнюю вы уже не повесите сюда потому что вот видите но какое-то платье футболки либо легкую кофточку юбочку в принципе нормально выдерживает вот эта вот часть сиреневая она покрыта каким-то покрытием я не знаю прорезиненное какое-то покрытие что ли тут написано материал металл и больше ничего и производитель Китай ну хорошие вешалки я брала уже не один раз уже наверное точно раза четыре их покупала они в разной расцветке идут там есть золотистые по-моему голубые какие-то еще но я взяла вот такие на этот раз даже какие-то они сиренево-лавандовые что ли так ну и повторила так сказать можно покупку в прошлом видео я вам показывала я покупала футболки футболки нам подошли я их стирала футболки не сели качество футболок отличное и сегодня я набрала футболок мужу не знаю подойдут не подойдут сейчас сразу примерят я вам скажу взяла 58 размер охана маркет так фуфайка футболка мужская они идут от 44 до 58 размера взяли самую большую состав 100% хлопок стирала я как раз при 40 градусах и ничего не села производитель у нас мини макс люкс текстиль так плохо написано узбекистан вообще узбекистанская узбекистанские вот такие вот вещи трикотаж и хлопковый вот эти они хорошего качества полотенце у них хорошее ну взяла вот такой вот расцветки я вам покажу там расцветок очень много взяли вот такую расцветку темно-зеленая такая у вас она как немножко зеленка отдает что ли она темно-зеленая прямо тоже это все 58 размер вот такой принт две футболки взяли белых с принтом одна вот такая golden coast калифорния такой рисунок и кстати рисунок при стирке не полиняв сейчас я вам покажу одну футболку с рисунком вы сами видите что рисунок не стерся не полинял все на месте и вот такую вот футболочку revolution тоже 58 размер и себе взяла футболку хоть написано что это мужская но мне она понравилась я ребенку брала такую себе взяла 46 размер ну я думаю что они немножко маломерит наверное нет не знаю но вот 46 размер взяла мне понравилась вот именно такая надпись просто классическая черная базовая футболка я не знаю чем отличаются мужские футболки от женских по-моему они все одинаковые только разница какой принт вот и все так ну сейчас спрошу подошла футболка или нет так футболочки мы померили нам футболки подошли ну у меня муж мальчик крупненький скажем так с пузиком и ну футболка она как бы в плечах она хорошо ну не свободно конечно ну подошли по размеру футболки классные правда мне понравились вот я вам показываю после стирки футболочку что она не села какая она была такая она осталась сейчас я выверну и покажу что рисунок никуда не ушел вот какой был рисунок он не облез никуда не ушел и вторую одну он уже чистую носит одел и вот еще одну покажу вторую тоже здесь рисунок крупный и здесь будет хорошо видно что ничего нигде не облезло вот какой был рисунок такой он и остался так ну и все на сегодня это все все наши покупки из магазина светофор всем большое спасибо хочу сказать кто меня поддержал кто меня понял подписывайтесь на канал кто не подписан ставьте лайк если вам понравилось и до новых встреч всем пока 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 то как что make смотрите